МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Качество работ по благоустройству ряда придомовых территорий в ВИДНО проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Жители в процессе работ подходят, просят что-то покорректировать. В Московском региональном социально-экономическом институте прошло награждение победителей конкурса детского рисунка «Я люблю Россию». Я думаю, что все, кто участвовали, все большие молодцы. В амбулаторию поселка Горки-Ленинский приехала мобильная бригада узкопрофильных специалистов. Очень удобно для наших пациентов, чтобы не добираться видные другие лечебные учреждения очень далеко. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил Ленинский городской округ. Он проверил качество работ по благоустройству ряда придомовых территорий, которые проводились в этом сезоне. Основные работы по асфальту, по всему, то есть зону отдыха, лавки, уровни, марки, все уже установлено. Представитель МБУ благоустройства рассказывает депутату Московской областной думы Владимиру Жуку о работе, которая была проделана в районе домов 50, 60, 62 и 64 по проспекту Ленинского комсомола. Теперь место, расположенное с торцевых сторон домов, значительно преобразилось. Дождь не помеха. Вместе с депутатом проверить качество ремонта пришли представители Молодой гвардии «Единой России», руководство тиротдела, общественники. Всего в этом году в Ленинском округе преобразились 6 площадок. Три из них относятся к территориальному отделу «Видное» центральный. Все пожелания жителя все учтены, в принципе, приняты в работу и все пожелания сделаны. В принципе, везде все довольно. Просто есть маленький недочет, недоделки, которые обещают сделать. Следующая остановка у домов 37 и 39 по проспекту Ленинского комсомола. Здесь проведены работы по благоустройству парковки, почти возведена детская площадка, но у жителей появились пожелания, которые пока не выполнены. То есть понимание есть, что надо делать, да? Просто еще не то, что руки не дошли, а не успели сделать. Я надеюсь, что так будет. Просто все можно в рамках контракта сделать, естественно. Да, то есть там доставить. Там жители попросили дополнительные что-то, да? Да, да, да. И чем существует? Ну, да. Еще один адрес, где провели комплексное благоустройство, в районе домов 2Б по улице Советской и 55А на Школьной. Здесь обновили асфальтовое полотно, сделали пешеходные дорожки, поставленные спортивная и детская площадки. По словам Владимира Жука, увиденным он остался доволен. У нас есть поручение областной думы проверить, насколько прочительные и качественные сделаны работы по благоустройству. Мы проезжаем по всем адресам. Но самое главное, что есть контакт с жителями. То есть жители в процессе работы подходят, просят что-то покорректировать. И подрядчики, и администрация, отделы по благоустройству на эти все просьбы реагируют положительно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Московском региональном социально-экономическом институте прошло награждение победителей конкурса детского рисунка «Я люблю Россию». Перед юными художниками стояла задача изобразить родной край или свою семью. О том, кому удалось выполнить задание лучше всех, расскажем в нашем следующем сюжете. На рисунках улицы, аллеи, дома, достопримечательностей и пейзажей родного города на красочной картине пятилетней Саши Прохоровой каждый видновчанин узнает колесо обозрения и фонтан центрального парка. Парк аттракционов. И там моя сестра Соня и я. Хочу стать художницей в будущем. В творческом состязании было несколько номинаций. Миша Панкратов представил свою работу в категории «Моя семья». Руки, а на них семья. Ваня, папа, мама, я, девушка, бабушка. В конкурсе «Я люблю Россию» приняли участие более 200 мальчишек и девчонок из творческих студий и образовательных учреждений округа в возрасте от 4 до 10 лет. Конкурс, вот мы видим, судя по рисункам, конкурс очень патриотический такой, да? Конкурс о любви к родному краю, о любви к нашей великой красивой России. Я думаю, что все, кто участвовали, все большие молодцы и все, наверное, уже победители. Перед конкурсной комиссией, в составе которой профессиональные художники и преподаватели изобразительного искусства стояла непростая задача. И хотя все картины юных художников были достойны высоких наград, по итогам конкурса в финал вышли только 40 работ. В основном видно сразу, где талантливый ребенок, где поменьше, где очень сильное давление родителей со стороны, где сам ребенок творчество проявлял. И такие работы очень поощряются. Преподаватель детской семейной школы Юлия Остраумова получала награду вместе со своей ученицей Соней Деминой. Ее работа победила в номинации «Живопись». Я даю детям задания, и они уже сами творчески реализовывают его. То есть краски они сами смешивают иногда. Конечно же, я их ими руковожу, чтобы у нас получились такие творческие интересные работы. Всем победителям конкурса были вручены дипломы и подарки. Напомним, что мероприятие было организовано Ленинским отделением Союза женщин России совместно с Московским региональным социально-экономическим институтом при поддержке администрации округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Ленинском городском округе продолжаются выезды мобильных бригад узкопрофильных специалистов для осмотра взрослого и детского населения. В амбулаторию поселка Горки-Ленинские пришли жители, чтобы получить консультацию врача. Выезды мобильных бригад в амбулаторию поселка Горки-Ленинские проводятся раз в месяц. Помимо штатных врачей, сегодня жители смогли посетить хирурга, невролога, лора, офтальмолога и эндокринолога. Выручает просто даже пожизненные ситуации, потому что многие работают, нужно отпрашиваться или с работы, или еще что-то, а тут вот прям все за один день всех врачей можно пройти. Если честно, я первый раз узнал об этом, что они приезжают сюда, поэтому первый раз узнал и вот пользуюсь этим моментом, вот прохожу и прохожу все. В амбулатории поселка Горки-Ленинские прикреплено около 7 тысяч человек. Чтобы получить консультацию врача-специалиста, мобильной бригадой, необходимо записаться на прием через терапевта. Записи разлетаются стремительно, каждый хочет проверить свое здоровье. Мы предварительно записываем всех, кто нуждается в осмотре, и уже по записи приезжает бригада, и уже все пациенты наши приходят согласно своему времени назначенному на прием к специалистам и получают необходимые консультации. То, что выезжают узкие специалисты, это, во-первых, очень удобно для наших пациентов, чтобы не добираться в видные другие лечебные учреждения, очень далеко. Это очень облегчает и дает возможность нам более качественно и эффективно лечить наших пациентов. В следующий раз мобильная бригада врачей приедет в поселок Горки-Ленинский 11 ноября, но уже будет проводить осмотр детского населения. Помимо этого, ее график расписан вплоть до конца месяца. За это время она посетит 11 амбулаторий округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной детской библиотеке Ленинского округа проводится творческий конкурс «Сделано волшебниками». Ребята могут принести свои работы на тему новогодних праздников и побороться за главный приз. Все подробности в следующем сюжете. Специально к Новому году в Центральной детской библиотеке округа принимают поделки, которые посвящены этому празднику. Конкурс называется «Сделано волшебниками». Мероприятие проводят уже в десятый раз для учащихся школ с 1 по 9 класс, детских садов и центров творчества. Цель – развить у ребят художественные способности. В этом году мы расширили немножко наш конкурс и сделали три номинации. Это «Дракоша» – символ года, потому что 2024 год – год дракона. Новогодний сюрприз и третья номинация «Неожиданно». То есть отдали эту номинацию на откоп самих ребят, полету их фантазии, что хотят, пусть и делают, но с новогодней тематикой. Все работы должны быть сделаны без участия родителей и воспитателей. Допустимая величина – высота 15 сантиметров, а основание – 20. Подделки большого размера, сделанные из фабричных заготовок, не примут. Конкурс продлится до 26 ноября. Лучшую работу выберут жюри. Мы оставили такую маленькую лазеечку для жюри, которые могут при оценке, при выявлении победителей, ввести какие-то новые номинации. Желающие поучаствовать в новогоднем конкурсе уже нашлись. Я хочу поучаствовать в этом конкурсе. Я люблю делать подделки. Победителей наградят дипломами и подарками в торжественной обстановке. Праздничное мероприятие состоится здесь же, 15 декабря. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова